Остались считанные дни, но еще можно стать участником молодежного управленческого форума «Алтай. Территория развития». Он будет проходить с 9 по 14 июня. Ежегодно форум собирает целеустремленных и позитивных людей, которым не безразлично развитие нашего региона. Как зарегистрироваться и какие на ТЭРе будут работать площадки, об этом поговорим с Ириной Рыбиной, заместителем руководителя форума «Алтай. Территория развития». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, на сегодняшний день сколько уже заявок подано? Заявок на сегодняшний день, уже буквально сегодня утром снимали статистику, это 1370 заявок. Это те, кто грамотно зарегистрировались и система АИС пропустила по всем требованиям. Ну, в сравнении с предыдущими годами. В принципе, статистика идет одинаковая, и по нашему квотированию и пониманию, сколько будет участников на форуме, в принципе, уже достаточно. Но мы еще ждем участников с нетерпением, самых активных, они же всегда очень заняты и регистрируются в последний день. Ну, сколько готовы принять? Принять мы готовы отобрать 800 участников, которые разойдутся на 20 площадок. Так, 20 площадок, 800 участников. Откуда ребята будут? Ребята у нас акцент на Сибирском федеральном округе, потому что это окружной у нас форум. Ребята, это, конечно же, Алтайский край. В основном, наверное, да? Ну, нет, это не в основном. Мы ставимся где-то сейчас уже 50, 60 на 40. Вот так рассматривать статистику, поскольку позиционируем, конечно, территорию развития. Максимально хотим прокачать нашу молодежь активную, чтобы она стала кадровым потенциалом. Показать успешные кейсы и для других регионов, и с ними обменяться. А остальные участники, это, конечно, максимальный Осибирский федеральный округ. Это Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. Ну, то есть наше полное СИПФО. Но так или иначе, за первые дни форума к нам активно зарегистрировалась Москва, Санкт-Петербург, то есть центральная часть России. Здорово. Насколько мне известно, на некоторые направления запись уже закрыта. Почему? На какие конкретно? Они очень востребованы. Там уже переборы? В чем причина? Да, действительно, как и на любом форуме, у нас на самом деле такая вариабельность направлений очень обширна. Если посмотреть даже вообще всероссийские форумы, мы стараемся, хоть у нас одна площадка такая, но так или иначе 20 направлений – это очень круто. Ну и, как всегда, есть у молодежи приоритеты, и в этом году приоритеты расставлены следующим образом. Это, конечно, бизнес. Это те, кто уже имеет бизнес. Это мой бизнес-старт. Те, кто уже предприниматели со стажем от трех лет. Мы данную площадку закрыли, так как она уже набралась, и даже с конкурсной истории набралась. Будут отсматривать специалисты, непосредственно руководитель площадки. Также активно, но она еще открыта для тех, кто бизнес-старт. У них тоже уже, в принципе, перебор, но на горячей линии разрывается, ребята хотят попасть. Также эта площадка Добро-бро, она закрыта. Это, ребята, волонтеры, это добровольцы, это мы видим отголосок, действительно, годы добровольчества, наследие, наследие очень мощное, но так или иначе оно перешло в системную работу в виде нацпроекта образования. Мы в него входим региональным компонентом, который называется социальная активность, и именно в этом компоненте как раз одним из ключевых направлений является поддержка добровольчества, это вовлечение населения в добровольчество, это показывание лучших практик, их тиражирование. В принципе, площадка будет очень мощная. У нас внешний эксперт, который собрал, в принципе, таких основателей добровольчества в России и за рубежа. И вот, в принципе, как раз будет работа построена на инфраструктурных моментах и тиражирование лучших практик. Также эта площадка медиадвиж, да, это информационное пространство. Молодежь сейчас прекрасно понимает, что и позиционирование себя, и своего проекта, каких-то личных, и малых, и больших инициатив можно сделать через медиапространство и даже за минимальные какие-то бюджеты. Вот, это востребовано, и они хотят научиться делать грамотный медиа-контент. Для этого у нас тоже созданы все условия. И, Ирина, в каком направлении мы, если можно так выразиться, проседаем? Проседаем? Ну, мы ни в каком не проседаем. Ну, то, что меньше всего пока занято. Ну, меньше всего по статистике сейчас творческая составляющая. Да, ну что? Да, неожиданный эффект. Но, возможно, потому что там произошел такой апгрейд. Люди еще как-то не готовы были к таким вещам. Хотя очень интересные заявились моменты. Но не впервые же вот это направление? Не впервые, но так или иначе, возможно, вот молодежь ушла в те приоритеты. Они набрали. Ну, поняли, что творчеством не особо заработать, а вот в бизнес податься. Возможно, хотя, вы знаете, у нас, я постараюсь сегодня рассказать о этом направлении, поскольку оно такое сделано в формате АТР-мастерских, пять направлений. И на самом деле, я бы сейчас пока есть, еще идет регистрация, ориентировала молодежь туда пойти. Это будет направление музыка, театр, год театра. Это будет 3D-визуализатор. Это новая профессия такая, надпрофессиональные компетенции, которые могут потребоваться, и которые сейчас в компьютере, создание всех этих эффектов, возможность проекта переложить на моделирующие ситуации и его продвинуть. На самом деле, это очень нужная компетенция. Также очень классная площадка, это территория города, это урбанистика. И нам надо создать и у нас, в крае, такое пространство, где и молодежь будет создавать инфраструктуру, где можно собираться, где будут такие лофтовые вещи, где можно обсудить. Дело, знаете, сообщества будут заземляться, будут разговаривать и прождать команды и строить свои проекты. Так что, ребят, давайте, активизируйтесь в этом направлении, приходите. Они набрали квотную историю, даже немножко с конкурсом, но вот по статистике у них меньше. Это не значит, что они не набрались. А кто будет определять, кто лучше, кто станет все же участником? Это установленная система, она прописана у нас в положении, у нас компетентные руководители площадок. И, естественно, они будут на конкурсной основе, поскольку там участник в системе АИС «Молодежь России» заполняет анкету, он прописывает свои активности, он прописывает, какими он проектами руководил, в каких сообществах он состоит, насколько он действительно доказывает. Он лидер, управленец, что им уже создано. Ну и основной приоритет, конечно, это наличие проекта или хотя бы вот такой идеи, которую ты говоришь. Ну по возрасту ограничиваете как-то? Конечно, у нас по линии Росмолодежи, да, молодежь до 30 лет. Молодежь у нас до 30 лет. До 30 лет, да. До 30, до 35. Да, нам очень хотелось, и мы, конечно, рассматриваем варианты до 35, но это будут точечные истории, как говорится, лучшие из лучших. В формате даже, возможно, такой наставник на форуме. Слушайте, а есть уже какие-то интересные проекты, которые удалось реализовать в жизнь? Вот если бы не АТР, то, может быть, ничего не получилось? Конечно. Такая история уже сложившаяся, и ежегодно с АТР выходят те люди, которые получают грантовую поддержку. И они, конечно, больше отслеживаемы, потому что они начинают реализацию, у них есть экспертная поддержка, у них есть информационная, в каких-то случаях денежная для реализации, и они всегда на суху. Допустим, вот Мария Старцева в том году девушка с особыми потребностями, она колясочница, но она настолько позитивная, настолько активная, она была у нас на площадке. Я долгие годы ездила в экспертную площадку по добровольчеству, и у нее проект, связанный как раз с дополнительными возможностями туристическими для таких же ребят. И она его реализовала, она его реализовала на драйве, и действительно, когда я просматриваю ее ленту, смотрю о ее достижениях, я понимаю, что форум стал для нее и эмоциональной такой поддержкой, ну и, конечно, в принципе, стратегии реализации проекта, история была очень успешна. Также у нас Елена Сафина, да, вот Мария, если это, она жительница Алтайского края, да, то Елена Сафина жительница Санкт-Петербурга. Она долгие годы ездила, потом стала возить команды свои, да, которые подавались. Ну вот у нее патриотический проект, связанный с селом Боровлянка в Алтайском крае, о том, как из блокадного Ленинграда вывозили и детей, и жителей в село. И вот эту ниточку она очень четко выстроила, и сейчас у нас есть даже возможность того, что наши школьники из села ездят непосредственно в Санкт-Петербург, представители из Санкт-Петербурга уже даже в этом году были, то есть проект продолжается даже уже, когда закончилась и гранцовая история. То есть вы, получается, судьбу ребят как-то потом прослеживаете, да? Конечно, мы и с ними на контакте, и они часто обращаются, потому что, ну, одно видение, все равно какой-то административный где-то ресурс нужен, где-то возможность сведения с каким-то экспертом. В этом году мы планируем усилить эту линию, поскольку это очень важно, отследить этих ребят, даже тех, кто не получит какую-то грантовую возможность, да? Но так или иначе у него будет действительно классная идея, которую можно доработать, и найти ей точку опоры в каком-то другом месте, и дать им еще возможность себя реализовать. Про грантовую поддержку расскажите, какой фонд в этом году, он больше, меньше, и достаточно ли, на ваш взгляд, вот этих денег для старта? Смотрите, ситуация в этом году на России, да, такая колоссальная возможность, потому что стартует и развивается, развивается, не стартует даже, проект «Россия – страна возможностей», да, инициированный именно нашим президентом для молодежи. И благодаря этому общему проекту грантовый фонд «Росмолодежи» в разы увеличился. Буквально на той неделе ездила на окружной семинар для представителей молодежной политики по Сибирскому федеральному округу, мы встречались со всеми организаторами форумов нашего СИПФО, и непосредственно кто занимается грантовой политикой «Росмолодежи», специалист нам рассказала историю, как будут строиться гранты в этом году. В этом году нет такого понимания, что вот на этот форум мы там 20 миллионов, а на этот 3 миллиона. Нет, такой истории нет. Конкурс абсолютно прозрачен, открыт. Как только «Росмолодежь» объявит, что на форуме «Алтай-территория развития» открыта конкурсная история, мы публикуем, открываемся, и механизм следующий. Они подают заявку. Направление у нас одно – это развитие молодежных инициатив, популяризация, вовлечение молодежи. В нем есть различные номинации, и они тоже все прописаны «Росмолодежью» на сайте, четко выставлены методические рекомендации. И самое главное – физическое лицо на форумной кампании может подать свой проект до 3 миллионов. Я считаю, что человеку, который системно видит действительно развитие какой-то своей инициативы, в состоянии решить одну из социально значимых, и это очень важно, не бизнес-идею, именно социально значимую инициативу, 3 миллионов. Правильно понимаю, что в предыдущие годы там сумма была 200 тысяч, да, и все, а тут до 3 миллионов. Да, но это не значит, и очень важно было, чтобы ребята сейчас, которые планируют податься, нас услышали, это не значит, что надо писать свой проект и раздувать его до 3 миллионов. Это значит, что я могу какую-то инициативу и на 100 тысяч реализовать. Главное, чтобы было четкое соотнесение. Цель, сделанные усилия, полученный эффект, да, вот эти 3 составляющие. Когда гармоничные в проекте, ты понимаешь, что ты действительно запросил ту сумму, которая позволяет тебе реализовать. То есть они запрашивают, да? Да, можно проект на 250 тысяч, можно на миллион написать. То есть изначально в анкете это все прописано? Да, это написано в проекте, да. В проекте, да, который они подают. Они вот подают, когда заявку, там весь проект расписан и к нему приложена смета. И экспертное сообщество, которое приезжает, а это эксперт Росмолодежи, к нам на форум уже четко определенно едет 6 экспертов Росмолодежи. У них в этом году тоже интересная программа, в каком плане. Они вначале консультируют всех специалистов, всех тех, кто подал заявки, и еще делают мастер-классы по ораторскому искусству. Это очень здорово. Потом отсматривают. Ирина, у нас 40 секунд завершения. Скажите, вот 20 направлений, и в каждом направлении определятся победители, верно? Это 20 площадок, а там 14 направлений. 14 направлений, да. Да, и вообще Росмолодежь, потому что мы тоже заинтересованы понять, сколько денег у форума, чтобы позиционировать, все вопросы задают. Они сказали, мы дадим столько, сколько нам понравится, сколько будет действительно качественных проектов. Поэтому, ребята, пожалуйста, делайте качественный продукт. Все ваши инициативы будут поддержаны в этом случае. Регистрация закроется. 26-го. Спасибо за встречу. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Рыбина, заместитель руководителя форума «Алтай. Территория развития». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова